всем привет ну что начнем с самого интересного с вот этих замечательных совушек совушку я вязала специально для марафона vk который назывался тайна плюшевых игрушек тематика была гарри поттер и я думаю все наверное смотрели эти фильмы помните что у гарри была полярная сова почтовая которая приносила отправляла письма а вот по мотивам этой совы ее звали бугля я и связала эту игрушку ну давайте делаю подробный обзорчик что у нас тут крылышки здесь на нитяном крепление они вот так вот всяко разно крутится можно так вот повернуть можно наоборот назад их отправить вот в общем прикольная такая штучка получается вот так она выглядит сзади хвостик пушистенький здесь у нас шарфик который можно снять такая милашечка вяжется совушка сверху вниз одной деталью хвостик ввязаный лапки цель навязанные вместе с телом с головой в общем довольно простая игрушка но очень очаровательная и у нее такой довольно серьезный размерчик хотя она ростом не очень большая сейчас мы ее измерим так ну примерно 18 сантиметров но за счет того что она такая объемная она выглядит довольно крупной для игрушек у меня из последних игрушек это самая крупная игрушка вот это связано насколько я помню из пряжи yarnart dolce у нее такая вот зефирная структура плотненькая так вот эту я вязала уже из другой пряжи по моему это himalaya dolphin baby и можно заметить структура полотна отличается здесь более выраженные столбики здесь более такие пушистенькие они и не такие четкие но они обе очаровательные вот для этой солушки здесь у меня добавлены такие пушистенькие веки тоже здорово смотрится я кстати примеряла этой сове реснички тоже здорово смотрится но в итоге их убрала мне как-то показалось что она получится слишком такая девочковая так что тут еще ну вот давайте посмотрим эту сзади принципе они одинаковые первая была связана для разработки а вторую я уже вязала для мастер-класса чтобы снимать процессы и делать фотографии вот такие замечательные совушки в марафоне их связано уже ну наверное около 200 штук я думаю ну 150 точно я под видео прикреплю ссылку с альбомом из марафона вы сможете посмотреть всех всех совушек там просто невероятное количество совершенно очаровательных игрушек каждая своим собственным характером и при том очень много именно белых сов но все они отличаются за счет того что немножечко по-разному оформлены глазки могут стоять другие по-другому оформлена мордочка и получается такое альбом с всеми возможными вариациями оформления совы вот такая прелесть нет как раз в тему положила такую вот музыкальную шкатулку вот под эту тематику в общем я очень довольна этой игрушкой и если вам она нравится можете приобрести мастер-класс он на данный момент стоит 290 рублей но так как здесь я анонс во время не сделала я сделаю отдельный прямо код для всех подписчиков своего канала вы сможете им воспользоваться на моем сайте либо написав мне вк в личные сообщения с промокодом мастер-класс будет стоить 250 рублей вот ну и в принципе сову не обязательно вязать именно белый сейчас покажу какой у меня есть вариант вот такой вот еще вариант вот такой вот совенок здесь немножко еще у меня была мысль оформить его как филина то есть сделать вот здесь вот такие вот как они называют брови что ли короче треугольничек такой выпуклый но пока у меня руки до этого не дошли я решила вам показать именно вот в таком виде тоже крылышки крутятся такой милый пухлик ну тут еще у меня вот не хватает оформления перышков на крыльях и на хвосте но смотрится тоже очень здорово вот кому как больше нравится так что еще хотела показать из новенького про мастер-класс могу что еще сказать по материалам расход кто-то уложился в один моточек вот ну то есть она большая ну не прям совсем большая не знаю как правильно сказать в общем у кого-то расход получился ровно один моток у меня потратился один моток и еще немножечко кто-то из девочек потратил даже полтора мотка то есть все зависит от вашей пряжи вашего крючка плотности вязания в общем вариации плюс-минус я беру примерно 30 грамм вот потом пушистая пряжа для обвязки крыльев и хвоста я обязывала yarnart минг ну я даю мастер-классе аналоги этих пряж разных можно использовать вот пушистая пряжа есть чего он волос fox аналог фабле фур по-моему называется ну короче разные девочки обвязывали и просто плюши в пряжи и даже софте и в общем у кого на что у кого что было в наличии вот глазки большие вот здесь у солнышки 20 миллиметров и собственно все на этом у нас тут белая пряжа пушистая пряжа и глазки все ну и плюс шарфик если хотите вязать можно использовать любую подходящую пряжу которая есть наличие вот давно не выходили видео поэтому я уже немножко даже забыла как их снимать все просто потому что я не вязала летом очень мало точнее вязала еще уезжала поэтому только вот осенние вам показываю так 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 вот хотела показать вот такие вот новенькие детальки такие вот это ножки вот такие ножки я сейчас вижу совершенно новую игрушку дракончика пока не могу показать наработки но очень скоро уже покажу это нижние лапки ножки обычно стараюсь вязать игрушки под определенный запрос да то есть вот например у меня много простых цель навязанных игрушек они больше связаны для девочек которые вяжут на ярмарке то есть запрос в чем чтобы было быстро и красиво вот я старалась вязать делать мастер-классы у меня целая серия даже есть по именно таким вот быстрым цель навязанным игрушкам с минимумом оформления вот ну потому что так гораздо выгоднее чем вязать целый день какую-то игрушку а продать ее сможешь за те же деньги например вот но с драконом у меня получится все совсем по-другому я вижу его исключительно для души и давно потому что вообще не было мне игрушек которые связаны исключительно для души без какого либо запроса вот и ну в общем покажу когда уже до конца он будет готов или частями покажу в общем следующем видео может быть запишу короткое видео обзора на этого дракончика посмотрите мне будет очень интересно мнение как как вообще он понравится или не понравится и еще хочу показать мои новиночки в оттенках пряжи очень давно не заказывала пряжу но посмотрела что мне уже некоторые запасы заканчиваются и появилось очень много интересных цветов которых у меня раньше не было ну например у меня не было вот этого фиолетового шикарного dolce вообще шикарный цвет у меня были всевозможные другие оттенки вот светленькие более темный но вот такого насыщенного прям вот применяется прям фиолетовый фиолетовый кстати вот на видео он немножечко светлее чем живую в общем знаете он глубже это более глубокий фиолетовый цвет так вот эти dolce зелененький просто вообще они прям вот какая-то невозможная любовь теперь у меня к ним появилась вот особенно к этому оттенку на видео он тоже светлее в живую он чуть ярче и чуть более насыщеннее очень красивый цвет таких оттенков у меня раньше не было и точно такой же очень похожий оттенок есть в палитре волос я его тоже заказал убрала сторонку в общем знаете они практически одинаковые вот прям на доле какие-то оттенка отличаются вот кстати можем здесь посмотреть так вот этого dolce до который а вот это волос он чуточку светлее так ну это просто темный травяной классный оттенок он похож на один из вариантов хималайя долфина и заказала вот такой интересный оттенок какой-то песочный так у кстати я же номера вам забыла сказать это 855 номер мне понравился такой теплый такой прям вот не знаю как вы назвать какой-то карамельно-бежево какой-то такой интересный оттенок но мне понравился так вот этот оттенки 799 и 797 так а фиолетовый 792 но фиолетовые вроде не из новинок и без новинок в общем я не уверена что это прям самый новый так потом еще у меня появилась наконец-то пряжи волос потому что до этого я из нее не вязала хотя все и очень хвалили вот я наконец-то и купила взяла вот такой желтый оттеночек ты что-то такое вот даже не знаю как назвать какой-то оттенок это желтый но не яркий такой средненький желтый красивый оттенок тоже и вот этот мне очень понравился мятный красивый мятный цвет в палитре хималайя долфина и yarnart дольче есть вот такие мятные цвета вот видите у долфина это более теплый оттенок а у дольче это более светлый такой холодный и вот этого просто вообще не хватало очень потому что но это прям такой красивый вот мятненький оттенок вот так сейчас покажу целую кучку розовых надо стороночку убрать цвета цвета номера вам не сказала опять это 57 мятный а вот этот а желтенький это 38 вот я наверно под видео подпишу номера пряжи потому что если вдруг кому-то какой-то цвет понравился вам будет тяжело искать на видео когда я что говорю я прям подпишу позже смотрите какая это красотень почему я набрала таких подобных оттенков вот моя палитра розовых и вот вот это были старенькие видите они у меня все яркие теплые оттенки а вот этих холодненьких и таких вот с фиолетовым слегка отливом их у меня не было совсем не знаю почему я как-то не покупала не заказывала в общем наконец-то заказала эту прекрасную красоту вот этот дольче просто меня покорил такой классный красивый оттеночек номер 794 и он идет как бы в компании с вот этим светло-розовым 795 это номер 795 кстати мне кажется вот этот дольче с вот этим вот волонсом очень классно будет смотреться сочетание смотрите как давайте номера сразу поверну если кому-то надо можете заскринить вот смотрите как они подходят вот довольно насыщенный в принципе можно сюда какой-то чуть светлее розовый использовать вот может быть даже вот такой ну в общем такое очень интересное сочетание так это я сказала до 795 794 так а это у меня волонс а эти оттенки вот этот волонс номер 22 очень близкий с вот этим с дольче но он более светлый не такой насыщенный я взяла на всякий случай и есть у такой волос это 61 оттенок более такой холодный розовый вот есть сравнить с вот этим видно на видео вот это более холодный оттенок этот более теплый хотя в жизни я бы его тоже отнесла к холодным вот в общем очень рады я свои новые пряжи освобождаю место под нее вообще волонс я попробовала повязать мне очень понравилась пряжа мягенькая такая хорошо так вяжется наверное я буду пополнять свою палитру этой пряжей хочу поблагодарить всех кто на меня подписан пишет комментарии свои отзывы всем очень благодарна мой канал за небольшой срок вырос уже до трех тысяч подписчиков что для меня реально является чем-то таким супер классным учитывая что я видео снимаю достаточно редко я всем очень благодарна за ваше внимание